Хочется Умри, козел Сать так хочется Это все Ведьмак Всем огромнейший привет С вами снова Айс Мы продолжаем Похождение игры, который называется Симулятор Санья И умри, козел Он же Геральт из Ривии Он же ведьмак Вильгербургский Он же Белый Волк С Дикой Охотой А мы тем временем идем выполнять новое задание, которое называется Несвободный Новиград. Здорово, блин. Что-то дом как-то у вас, знаете, хреново расположен. Эм... А, что ты так базаришь кучерява? Пятая проповедь неравнодушного. Что огонь в пепел обратил, то человек уже оживить не в силах. Так и мы, отдавши душу свою церкви, уже не изменим нашей святой вере. Тоже и тот же, кто, познав согрешающее тепло священного пламени, отказался от него, совершает грех сто крат более тяжкий, нежели тот, кто по незнанию на веру нашу плюет. Отступники погибнут в долгих и страстных муках, а в загробной жизни ждут их вечные страдания. Сказал вампир. Я напомню. Логично, правда? Ну, как бы это. Ну, вампиры они такие. Если что, высшие вампиры. Говорила ведь, нет у меня времени. Да не ссы, я тебе денег ему хотел, может быть, хотел дать. Я тебя предупреждаю. Куда уж хуже-то. Думаешь, что тебе костер не угрозит. Все в порядке. Во! А я говорил, что я хорошо играю. А вы мне не верили. Я же говорил, что я умею играть. Я сыграл я блестяще. Великолепно. Да, зараза, и не говори. Но! Они не разграбили тут ничего, а мы разграбим. Ну, как разграбим? Ему же это уже не нужно, правильно? А что добру-то пропадать? Сами посмотрите, зачем пропадать добру? Родни у него нет. Все заберут, какие-то бандюганы и так далее. И пропьют. А мы в дело это все пустим, понимаете? У нас все для дела. Для спасения людей. И не только людей. Вообще-то я хотел посмотреть, а не загасить. Ну, потому что тут кровь как бы. Твою мать. Как же это выбрать, что? Ну, 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 да не загасить-то, бля-ха-муха. Ладно. С этой стороны подходим, не? Твою мать. Я считаю, что это нечестно. Как минимум. Поэтический сборник Гонсало де Версео. Любовь. Любить значит строить карточный домик. Или играть в шахматы. Но одно неверное движение или ход. И все придется начинать сначала. Отлив. Когда я вижу, как отступает прилив. Ледяная рука ужаса сжимает мое сердце. Вернется ли море спокойно и уверенно. Под покровом ночи, как это было раньше. Или оно останется там, у дальних берегов. Оставив на песке разбитые раковины и мечты. Как память о твоих мечтаниях. Ничего так, книга. Интересно. Это то же самое. Читали. Кавалькада промчалась по залитому кровью двору. Всадники ни на кого не смотрели. Вопросов не задавали. Они прекрасно знали свою задачу. Убить старую королеву. И захватить принцессу Цинтри. Чтобы опорочить ее честь. Какая участь ждала эту девочку. Никто им не говорил. Калантес с наивернейшими поддами забрайкадировал в замке. Впрочем, было понятно, что каменные стены и ворота, укрепленными заклятиями, недолго выдержат против напора Нильгардской армии и боевых чародеев. Через четыре дня солдаты ворвались в крепость. Я, кажется, это уже читал. Ну, ладно. Парни, при таком раскладе нихуя не толком товар по хорошей цене, понимаете? Слишком много стукачей, слишком мало покупателей. Надо залечь на дно и переждать до лучших времен. Если они когда-нибудь наступят. Знаю, вы думаете, я вас наколоть хочу? Что я сделаю ноги вместе с кладом? Я не в обиде, вам, ребята, я тоже не верю ни на грош. Поэтому, чтобы все спали спокойно, сделаем так. Прячем добычу у меня за дверью о трех замках, которую, как вы уже догадались, можно открыть только тремя ключами одновременно. Так мы будем уверены, что никто никого не обойдет. И подлеерим добычу поровну, когда все успокоится. Лады, Фритц? То есть нужно много ключей, я понимаю. Еще целых два. На факелы красная кровь, но я не могу, чтобы он осмотрел ее, потому что... Потому что показывается только загасить, загасить, загасить. Загаси огонь любви. Загаси его своей рукой. Милая мадам, я быть хочу с тобою. Ладно, я петь не буду, у меня же волосы, ни слуха. Хочу. Че? Их очень много, выбирай, кого хочешь. Челочек без моральных устоев, принципов и с низкой социальной ответственностью тут полно. Забирай, вернее, выбирай, что хочешь. Я бы, конечно, против немножко был бы этого. Ну, блин, тут, видимо, главная профессия в этом городе такая. Поэтому никуда ты не денешься, ничего ты не сделаешь. Но. А че не могу с ним поторговать, а? А они, к сожалению, со мной не хотят торговать, и это плохо. Они купцы, но на карте даже не отмечены как купцы, к сожалению. А я очень сильно хотел бы с ним поторговать, с ними. Ладно, ничего страшного. Рыба, рыба, рыба должна быть свежая. Сударь-ведьмахи. Я. В чем дело? У меня в доме что-то завелось. Воет, цепями гремит, тарелками шмыряется. Аж страх войти. Уж вы проверьте, что за призрак меня навестил. А я золото не пожалею. Да будь по-твоему. Морок, планетник. Ну ладно, я посмотрю. Классная лицевая анимация только что была. Я много благодарю. Идите за мной. Покажу вам дорогу к дому. Я ведь никакая не будет расистка. Человек, Эль, Краснодар. Главное, чтобы соблюдал ключ. Это задание не свободного Новиграда, видимо, да? Возможно, она так типа маскируется. То есть она нанимает меня не для убийства чудовища. А чтобы я ее типа до дома проводил, чтобы никто не убил. Ну, может быть. Ну да, я так и думал. Она не ведьма. Достойной компании. Просыпаться! Понесла! Она не ведьма. Живым! Не дамся, суки! Понятно? Вот так вот. Не бойся, мадемуазель. Обманывают? Я же только сказала, что в доме что-то завелось. Я не знала, что вы охотники. Она молодец. Да, зато охотники отлично знали, кого они ждут. Это скверно пахнет. Ну, хорошо. Может, я и не все сказала. Но за находчивость тебе, девочка. Пять с плюсом. Но это не значит, что вы уйдете с пустыми руками. Не, не надо. Вот, ключ к сокровищу. Один из трех. Охотники наведут вас на след остальных. А мне нужно бежать. Как можно скорее. Ты это, главное, только выживи. Разыскиваются три бандита с магическими контрабандой. Предметы опасны, запрещены к перемещению, подлежат немедленному уничтожению. Люся Лиса скрывается на храмовом острове около моста. Фрид скрывается около кривых хат. Валтер замечен на славной дороге у гнилой рощи. Взять живыми при попытке сопротивления уничтожать на месте. Я думаю, вы не против, если я немножко заберу ненужных вам вещей в доме, да? И более, их не так много, чтобы быть против. Дом, к сожалению, все лишь одноэтажный. Нет, не одноэтажный. Все-таки несколько этажей. Только дверь закрыта в спальню. Может быть, она в спальне держит рычлененный труп какого-нибудь ухажера? Нет. Что-то последние задания какие-то, знаете, дикие извращенства на меня навеивают. Кажется, что в каждом доме спит какой-то, блин, маньячелла, который вешает бабы и потом с ними там в озере, то есть в этом в катке купается, как у блюдок младший. Или вампирюга какой-нибудь, который просто убивает людей, потому что реально жить скучно стало. Ну вот, сам вампир, ну, если бы он, как бы, идеалом этого сектантского культа, как бы, решил следовать, он начал бы с себя, наверное, да? То есть взял бы и вогнал себе колу в Осина и куда-нибудь. Куда там вампиром вгоняют. Ну вот, ну и так далее. А то ему женщины помешали сильно. Так, три ключа. А у нас есть три ключа? Я не помню, первый человек, который мы спасли, нам ключ дал или не дал? Подождите. Вранье нафиг, абсолютно. Вранье и провокация. Тут была дверь, вот тут. Или шкаф, или что-то. А он отодвинутый уже, смотрите. Куда нам эту фигню вставлять? Может быть, на первом этаже она была? Я просто немножко ступил. Да нет, 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 погодите. Мы только тут были, только что. Я не мог за две минуты сойти с ума. Чисто теоретически. Или мог. Да живи спокойно. Живи богато. А мы до дома до хаты. Да я не понимаю. Я реально нифига не понимаю. Вот честное, честное слово. Ничего не понимаю. Какой нафиг сейф открывать нам надо? Где нафиг этот сейф находится? Офигеть. Может быть, он выше как-то там. Где-то наверху. Я точно помню, что там была полка. Какими-то бутылками, да? Похожая. Которую нужно было, типа, открыть. Это я точно помню. Если я не ошибаюсь, опять же. Но ведьмаки не ошибаются. Это же все знают, что ведьмаки никогда не ошибаются. И никогда не крадут печеные картошки из-под носа у людей с варенниками. И с ломанными граблями, вилами и так далее. Че тут не так-то, а? Магия. This is magic. Да, ест. Ведьмак вам помог в этом плане. Не только вам, конечно. Блин, я... Не понимаю. Я вот, честное слово, не понимаю. Пипец. Это что, шутка такая, да? Тут была стена. А, нужно было факел зажечь. То есть потушить, чтобы дверь открылась. Все. Я немножко ступил. Ну, бывает. Шутящаяся руда. Нифига себе. Большой рунный камень треглав. Кроличья шкура. Офигеть. Кроличья шкура, это было, видимо, именно то, что... Без чего мы вообще никак не могли жить. Вот, вот, вот вообще. А теперь пойдем выполнять задание и помогать Золотону добывать карты. Гвинт. Нужно много гвинта. Очень много гвинта. Да, немножко как бы заглупил. Я думал, что факел это там кровь отмечалась. А это, типа, секретный знак был. То, что нужно было факел потушить, чтобы открылась дверь. Ну, так бывает. Ну, знаете, я немножко был в шоке. Я же помню, что там был проход и... Что-то типа шкафа, да? То есть, комода, не знаю, полки. И вдруг этого ничего нет. Я уже подумал, что у меня глюки начали бить. Вроде мухоморов сегодня мы не ели с Геральдом еще. А глюки уже бьют. Странно. Ах! Конечно. Хотел бы этих охотников всех вырезать? Первая проповедь? Погодите, ну первую проповедь я давно нашел. Или он просто их раскидывал по городу, чтобы все, типа, читали, кто хотел. Или мы убили главаря, но не убили... Не добили всю группировку. Закрыто, но похоже, что зад там. И кажется, у него неприятности. Может, найдется другой вход? Ёшкин курень, а где мне другой вход-то искать? Привет, киска. Ты не подскажешь, где у нас другой вход сюда? Это не больно, это... Это приятно. Больно только поначалу. Вот паскуда! А потом, когда ты начинаешь приучать дикую киску... Да, за мать её. Она перестает царапаться, кусаться. Начинает лечить твои раны. И так далее. Филиппа Эйнхарт. Нет, это точно. Служба у тебя не дружба. Эээ, а мужик, эээ, мужики, а чё вы тут сделаете? Не в службу, а в дружбу, пожалуйста. Чё вы тут делаете, расскажите? Вы так, типа, от грозы прячетесь, да? Кипец. И карты должно быть нет. Это мы читали, да? Да, читали. Короче, кто-то карту у него тупо украл, его убив. Согласитесь, очень подозрительно, да? Пошёл? Нет. А где Z-учётную книгу держит? Карту, кстати, да. Герцог нас порвёт. Ну ведь я пробовал. Сначала я вас порвал. Слишком крепко ты его прижал. Эээ, что поделаешь? Ну хоть карты из Энгрима у нас? Добрый день. О, сука. Ну, Ринго, теперь твой черёд. Взять его! Жалкое зрелище. Очень жалкое. Карточку мне, пожалуйста, извольте. Товарищи. Изенгрим фаэльтиарный из колоды белок. Видно, они здесь что-то искали. Это, кажется, стоит поискать учётную книгу. Видно, они здесь что-то искали. Видно, они здесь что-то искали. А то, что тут что-то искали, это очевидно, ё-моё. Искали они учётную книгу. Видно, они здесь что-то искали. Видно, они здесь что-то искали. Это тоже очевидно. Похоже, именно тех, кому сзад продавал карты. Стальной меч новый. Фабиан Оливер. Плащ золотую парчи. Поеденный Моллио. Герцог. Изенгрим фаэльтиарна. Карта Равик. Пренгилья Вига. Карта Цезарь Белизен. Три отшлифованные опала. Лисица. Золотону стоит на это взглянуть. Конечно, стоит. Ну что, минус два плохих человека в городе. Так что, рано или поздно мы очистим. Мы очистим Нови Гераты от нечисти. Падали сектантов и прочей хероты. Золотон. Да. Насчет карт. Они у тебя? У меня есть карта с Изенгримом. Ну-ка, покажи. А говорят, все эльфы прекрасны. И много зет с тебя содрал. Зет мертв. Я встретился с его убийцами. Ну, плакать я по нему не стану. Что с остальными картами? Тебе не кажется, что это увлечение становится слишком опасным? Из-за твоих карт люди гибнут. Только зет. А он поверил, что не имею в виду ячек. Впрочем, ты же разобрался с его убийцами? Так зачем дело стало? Лучше расскажи, что с остальными картами? Других карт я пока не нашел. Продал их, должно быть. Сукин сын. У меня есть учетная книга Зеда. Покаж. Выходит, карты купили Цезарь Бильзен и Равик. Но могло быть и хуже. Нужно нанести им визит. Равик? Это еще кто такой? Да обычный шулер и мошенник. Прямо диву даюсь, откуда у него деньги на карту Натальиса. С тех пор, как я начистил ему рыло, отношения между нами скорее прохладные. Так что тебе придется навестить его самому. А кому ты в этом городе дорогу не перешел? Или рыло не начистил, а? Такой это Цезарь Бильзен. Только тебе Цезарь туда и не заглядывает. Так вошел в роль, что и из дому почти не выход. По крайней мере за ним не придется бегать по городу. Это точно. Попробую достать эти твои карты, раз для тебя это так важно. Спасибо. К Цезарю можно вместе сходить. Встретимся у его дома. Это самый оляпистый каменный дом на площади Иерарха. У него фасад золотом выкрашен. Офигеть. Если хочешь сначала побеседовать с Равиком, попробуй заглянуть в золотой осеток. Добро. До свидания. С Равиком не царскойся. У такого над ухом гаркнешь, так он обозрется. Ну удачи, Геррис. Ну удачи, удачи. Пойдем карту Равика получать. И как догадался-то, что это городской город? Ох, и нам вообще не надо за свою жизнь. Ну, и играть, конечно, прекрасен, но как-то он превратился в что-то очень неудобоварибельное. Как мне кажется. А, вот и ты. Как все прошло с Равиком? Я еще не был в осетре. Ну ничего, Равик от нас не убежит. Я тоже так думаю. Давай займемся Цезарем Бильзом. Займемся, брат. Сделаем так. Я его заболтаю, а ты прошмыгнешь наверх и осмотришь его коллекцию. Наверняка карта где-то там. А мы не можем просто выкупить у него карту. Будь у меня хоть немного свободных наличных, я бы давно съехал в Повис. Впрочем, Цезарь в жизни не продаст карту Фрингини. Но ты не волнуйся, он в накладе не останется. Есть у меня для него бутылочка Махакамского спит. Спит мой дух отечества для иммигранта, значит все-таки больше, чем какая-то говеная карта. Ты, кажется, говорил, что Цезарь не пьет. Я говорил, что с ним не просто выпить, потому что он редко выходит. А значит, он сразу накушается до изумления. Три стопки, и ты сможешь всю его коллекцию вынести, распивая при этом про трех девиц из Викуара. Что это за коллекция? Ха, никто не знает. Ты первым ее увидишь. Я так думаю, там про садомию или металлургию. Да ты мне, наверное, потом про все расскажешь. Ну, пойдем. Два очень похожих понятия. Уважаемый краснолюд. Живой? Цезарь Бильзар. Цезарь Бильзар. Ты помнишь старого друга? Вольпан Тарасчука. Ну вот, видишь. А я пришел тебя убеждать, что сом. И при том не с пустыми руками. А это кто? Это? Это Геральд. А Геральд рыбу ловит? Конечно. Да. В прошлый раз я поймал на червя такого окуня. Ммм, вон ты ли? Ну да. На трезвую голову я таких мечтателей слушать не могу. Прошу. Ну и что с того, что судак чаще клюет, если он на вкус как говно в помоях? Да это из тебя такой повар, как из козьего гузна кларнет. Вот я прошлым разом взял свежего тимьянчику. И на вкус было как тимьянчик с говном. Ха-ха-ха. Цит. Взял я прошлым разом? Геральд, а ты отлично скажешь? Как по-твоему судачок на вкус? Прошлым разом не говорят. Кого ты ко мне привел, кивай? Какого-то вцелкного часа плюля. А ты слышал, Бильзин, что Виба Батильда? Недавно молодую щуку на горох поймал. То брешет как всегда. Пантерские щуки не такие дужи. И хотел его немножко потроллить. Ха-ха-ха. Они только на живца берут. Или на червя. Но не особо. Я вот как-то выкопал такого жирного, красивого, что сам бы сожрал. Ну не знаю. Геральд, а вот вы там в Каэр Морхене. На что ловите? На живца. Ну вот видишь, кивай. Из него еще выйдет добрый удечень. Всего лет через 50-60. Живем, увидим. Геральд, метнись. Принеси еще бутылочек. Через минуту. Живо! Ты что, забыл, зачем мы сюда пришли? Как тут наберешься с одной бутылки? Ладно, иду. Ну так когда пойдем сама-то вместе ловить? Я с тобой больше ловить не буду. Ну я думаю, что мы его немножко обкрадем. Это что, как бы это, ну... Ну вы понимаете, да? Им уже отца не нужна, я думаю. Это наш, вроде бы, прикреплен к столешнице. Ящик открыт. Ну отлично. Изи. Блин, а толку, что я ключ взял? Неугольное отверстие в стене. Интересно. Ну для ключа, наверное, этого. Подходит. Который мы взяли. За книжным шкафом. Классика. Потаенная дверь. Конечно, классика. Главное, что нам сейчас не застукали за этим... Классическим занятием. Я думаю, что там что-то квестовое, то есть пригодится. Возможно, мы расспросим не Трис, а кого-то еще. Веревка, на которой был повешен Стефан Скеллен. Нифига себе, нафига такое хранить у себя в коллекции? Верал Ватье Дейдо. Ожеревья Асере Варанабит. Черепа Ахима Деетта. Врачного отреколекция. И не говори. Полный доспех седьмой до Ирляндской бригады. Вот доспех я бы себе забрал бы. Сейчас вам скажу. Портрет императора Емгыра. Темпер дерева. Довольно подхалимский, я бы сказал. Ну, мы так его немножко, знаете, как его обокрали, но... Ну, не полностью. Так, легонько, знаете. До полушечки. Всего лишь. Ну, конечно. Золото. Пора собираться. Ммм, ага. Поздно уже. Погоди, ты ж бутылку собирался принести. Вы уже уходите? Привет, Бильзин. У нас для тебя новости от шефа. Новости? Какие новости? Мастер Тесак очень недоволен. Минуточку. Если обнаружились какие-нибудь расхождения в расчетах, я все объясню. Поздно. Взять его. Вы двое проваливайте отсюда. Оставьте его в покое. За голову ведьмака Тесаку придется платить отдельно. Ну, вперед. Не торчать же нам тут целый день. Смерть, ублюдка! Ну, проблем. Я думаю, за такое мы в расчете теперь за карту с ним, да? Спасибо. Придется мне с Тесаком еще объясняться. Лучше в письме. Верно. Пойду собирать вещи. На удачи. Бывай. Мы в расчете за карту, я думаю. Сто процентов. Эх, доброе у тебя сердце, Гер. Конечно. Однако неплохо ты уделал последнюю. Аж по стенам брызгут. Тебе понравилось золото? Мне тоже. Взглянул я на коллекцию Цезаря. И что? Ничего удивительного, что он ее не афишировал. Нильвгардские доспехи, портрет Энгвира. Черепахи Мадевета. Кинжал Латиды Ридо. Веревка, на которой повесили скеллина. О-хо-хо. Ну и ну. Ну и мерзость. А я ему руку подавал. А ты веревку случаем не прихватил? Кое-кто за нее прилично бы зацепил. Нет, так такие вещи возбуждают. Нет. Нет, так нет. Жалко. И еще я нашел статуэтку Нильвгардского солдата. Она магическая. Но что на ней за чары, я не знаю. Трис с ней разберется. Трис уже нет в городе. Блин, видимо это было задание, нужно было сделать до того, как я Трис проводил, а. Вот почему я сюжетные все квесты делаю в конце. Обидно. Ладно, я надеюсь, что мы встретимся с какой-нибудь еще из чародеек, и они нам расскажут, что это такое Этка. Поэтому, я по-любому еще Геннифер встречу, я думаю, что я еще Керю встречу. Да и на самом деле, еще и с Трис мы не до конца разобрались. Спасибо, братан. Вот кто там, блин, наши достижения оценивает? Спасибо. А то орут вечно приблуда, пошел нахер отсюда. Да ну что ты. А знаете ли, обидно. Потому что мы ничего плохого этому городу не сделали. Не обижали нищих. Не обижали проституток. Ну пожалуйста, тот самый вшивый мутант. Будь добр, составь нам компанию. Равику будет приятно. Посмотри, как он обрадовался при виде тебя. Ты же радуешься, Равик? Он обрадуется еще больше, если ты перестанешь колоть его кинжалом в спину. Ах, ты говоришь так, потому что не знаешь все истории. Дело в том, что наш общий приятель Равик как раз собрался сыграть на собственную жизнь. И... У вас уже есть карта, чего вам еще надо? Если бы ты отдал ее сразу, нас бы тут уже не было. Но ты попытался нас обмануть. И так как все пальцы у тебя уже переломаны, мутанту, пожалуй, придется сыграть за тебя. Согласен? Вот видишь, Равик согласен. Ну и чтобы добавить игре остроты, поднимем ставку. Жизнь Равика и карта... А не проще ли вас просто убить нахер? Сука. Ладно, давай сыграем. Согласен. А мне казалось, ты совсем тупой. Играем, играем! Я очень сильно надеюсь, что я смогу выиграть. Играть я буду, естественно, за свою карту, колоду. Поехали. Не люблю я первым ходить, сами знаете, прекрасно. Лютика нахрен меняем. Бандирский рог тоже надо менять. В общем, карта вылезла хорошая. Ладно, первый ход, так первый ход. Поехали, фармим карты. Блин. Да ну почему? Почему мне пришло такое говно? Кто-нибудь знает? Я вот нет. Ладно, первый раунд мы выиграли. Теперь нужно второй раунд тащить. Немного-нибудь таким же макаром желательно. Мне приходит одна... Да, с картами, которые мне приходят, мне явно не везет. Абсолютно точно. Макару. Абсолютно. Я не знаю. у меня колода очень слабая на мой вкус ну естественно поставим по сравнению с нашей колоды в принципе изначально шансов не был зря немножко расстрелился из того что нет погода приходила это победа так что можно было и не ходить изи победа в двух раундах обыграли мы тупого бандюган а мы сыграли спасибо не знаю чем тебя отблагодарить карты давай карты с наталья сам будет достаточно может выберешь какую-нибудь другую у меня есть много чего интересного я тороплюсь карта с наталья сам разумеется пожалуйста спасибо вот так бы сразу я наталья с новый предмет договорить у меня появился он интересно в колоде гвинта да еще одна редкая офигительная карта лично понятно что типа моё как бы отдадим скорее всего но она нас колоде останется наверное почему-то я так думаю что принести выпивки выпивки покажи много выпивки как-то так у нас денег кстати не осталось из этих выпивок разных из того что я пытаюсь сделать белую чайку как можно больше тупо не хватает денег на остальное наливка из бандрагора мы там еще и купим а утриданскую блин нас ту жену и нужно покупать больше ладно с этими всякими алхимическими ингредиентами потом ближе немножко познакомимся барышня вам помочь нет без всяких сексуальных намекательств вам помочь блин жалко мне и чё-то не кричи ты я помочь хотел сколько же тут проституток а ну жесть где такой богатый портовый город данный не уж тут нет никакой другой работы кроме как продавать себя за гроши какому-то кому-то или каким-то эти книги мы читали поэтому как бы еще раз читать мы их не будем пойдем карту золота ну просто принесем согласен просто как бы есть богатые барышни да и и проститутки и нет вообще практически среднего класса какого-то золтан да я достал карты похоже мы успеем прежде чем до меня доберутся люди короля нищих пойдем клиент будет нас ждать на старый пивовар вот он обрадуется что все карты у нас ну пойдем чует мое сердце что просто так ничего не будет и клиент на нас нападет или придет каких-нибудь бугоев которые на нас нападут надо побыстрее заканчивать с этим обменом опасаешься что клиент передумает скорее уж я передумаю у меня тут было столько желающих что я их перебирал как красотка ухажеру хех а клиент он кто такой приятель приятель я мало о нем знаю чтобы быть на тебя столько рукописи такие времена что любой нищий буквы складывают не радуй себе пока огонь все очистки ну наконец то труп уже остыть успел это что еще такое твой несостоявшийся покупатель отдал нам деньги и отправился на тот свет примерно в такой последовательности а теперь попрошу карты надеюсь раздобыть их было не слишком трудно попробуй их забрать узнаешь один я не такой глупый как граф ты наверное это уже понял за работу краснолюда попробуйте взять живьем мне с ним потолковать надо зря вы зря вы это делаете это манда убегает с моими деньгами сук сейчас мы их этих убьем а потом манду убьем а я займусь остальными ты уверен золотон я немножко тебе помогу наверное а вот теперь можно и догонять ублюдка геральт давай за ним даю я все равно не поспею хорошо давай братан вначале нужно было братану помочь потом уже блин такие остальные дела делось и не хотел бы чтобы золото наубили из-за меня не знаю был бы такой вариант но чисто теоретически его могли не знаю ранить там что ничего не понимаю да не уйдешь козлина не таких догоняли да сука да встань ты на е я хамуха да что за ерунда я не могу использовать лестницу а потому что с другой стороны стою я идиот блин ангаз бежал да хотя куда то можно сбегать то эээ а где он твою мать эммм бывает неудачное падение геральта очень неудачное ну как говорится бывает ничего не сделаешь бывает целяли хотя причем целая ну как то очень блин резко куда то пропал понимаете может быть герцог умеет растворяться в воздухе растворяться жабой или просто стеной невидимой а может быть он вообще исчез он какой то маг телепортировался на какую-нибудь другую часть новиграда или кайр морхин к нам например в гости случайным образом попали как вы думаете ну наконец то друг уже остыть попробуй один может быть сразу на него нужно короче идти не знаю может быть просто сразу догонять ублюдка как то так или нет ой красотинь то какая не все таки видите идет катсцена поэтому как бы сначала нужно порубить было этих гадов после этого за ним идти это логично честно если я буду бежать чуть быстрее я его догонять успею или все равно по скрипту все будет сышка да страшно компотом козлина где он есть блин да он мать его делся какой то след нет казалось это баг что ли какой то опять я не понимаю ну пойдем тут спрятаться там ух ну спрятаться не мог нигде тут вообще никак что за ерунда а может быть он сюда побежал дальше закрыто тут отсюда я как бы пришел вниз он мог побежать только да да я нашел его вниз побежал скотина такая в катакомбы свои блин в пещерные вану топцам блин в гости ай тихо 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 много уважаемые утопцы вы чё за за герцога что ли за этого а как он вас нанял блин я все понимаю как он вас на нанять ты смог блин на чем вы договорились я заплачу в два раза в три раза больше я правда заплачу много заплачу попался все таки утопцы были на нашей стороне мы перекупили их тут бы пригодился ведьмак очень смешно если я отдам тебе деньги ты оставишь меня в покое нет я хочу убедиться что это наша последняя встреча я понимаю что на место ублюдка младшего придет герцог на место герцога придет кто-то еще но он не у тебя да не знаю да и очень хорошо ну я ты что предпочитаешь деньги или как без тебя я бы не справился так что ты выбирай если хочешь наличные не вопрос я за час найду другого покупателя я бы пожалуй взял карты и очень хорошо тогда я сразу могу идти с деньгами королю нищих вот он удивиться удачи спасибо герцог и помни сон король бонтера ну что ж спасибо огромнейшее всем кто смотрел с вами был айс и всем пока пока